Выпусти меня, ублюдыш! Выпусти меня! Грули! Семхай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в игру Bone Lover. Переводится как любитель костей, но мне больше нравится костяной любовник, или костлявый любовник. Это я. Почему мы с вами играем в эту игру? Потому что она от одного из разработчиков Метель, той самой хоррор-игры, которую посвятили отчасти мне. Которую отчасти я придумал. Но мне так нравится думать, что это я придумал концепцию этой игры. Короче, здесь тоже самое будет. Маньяк, который будет нас держать в заперти, и мы должны будем каким-то образом выбраться, и при этом не сделать, не оставить никаких следов того, что мы выбрались из камеры, чтобы он ничего не заметил. И заранее хочу сказать спасибо разработчику, так как он мне любезно предоставил ключик этой игры заранее. Спасибо тебе большое, чувак. Жмем продолжить. Служба 911. Опа! Я не могу найти свою дочь. Где вы в последний раз видели ее? Мы были в парке. У костяного любовника. Прохожие сказали, что она села в какую-то машину. Сколько ей лет? Я 11. Это мог быть тот похититель? В каком парке это произошло? Погодите. В парк Гринвуда. Я звоню из таксофона у северного входа. Игра началась прям сразу с менюшки. Она была в светло-серой куртке и темных брюках. Я точно не помню. Мы детектив, оказывается. И мы слушаем эти все записи. Угу. 9-1-1. Чем могу помочь вам? Я только что убил двух человек. Кого вы убили? Не знаю. Они просто сели ко мне в машину. Сели к вам в машину? Где вы сейчас находитесь? Где-то на трассе. Как можно соблюдать спокойствие, когда тебе звонят и говорят Я только что убил человека. Где убили? А, окей. Уже нет. Как убили? Вам понравилось? Я один иду по трассе. Фонарь из последних сил подсвечивает дорогу. Вот только бестолку. Снег не дает открыть глаза. Как я вообще и поверил. Час ночи, старый сарай у озера. Только ты и я развлечемся. Черт вы, Мэнди. Завтра вся школа будет знать. А я стану посмешищем. Черт, черт, черт. Чувак переписывался с какой-то девкой, что ли. Я такая, ну а пойдем встретимся. Рядом останавливается старенький Шевроле. О, боже. Водитель предлагает подвезти до дома. Он как раз направляется в Гринвуд. Пешком еще час пути минимум. Делать нечего. К тому же я узнал его. Видел в больнице, он там работает. В салоне я наконец начинаю чувствовать пальцы ног. А как же оказывается я замерз. Фрэнк, так представился водитель, предложил мне чай. Пахнет странно. И я интересуюсь, не добавил ли он в термос чего покрепче. Мы посмеялись. Думаю, Фрэнк вполне ничего. Но вот вопрос и задает, как пулемет. Деревья спускает, проносятся мимо. Глаза не могут уследить за дворниками. Язык заплетается. Меня вот-вот стошнит. Я отключаюсь. Черт, как же гудит голова. Где я? Похоже на подвал. Это клетка. Я заперт в клетке. Надо позвать на помощь. Нет, нет, нет. Молчи, дурак. Не звука. Я должен как-то отсюда выбраться. Думай. Думай. Давайте думать вместе. Мы играем за мальчика. Ну, хотя бы мы уже не мерзнем. А, нет, здесь стопудово очень холодно. Гринвуд, а, кстати, где находится этот город? Гринвуд, я не знаю. Давайте, смотрите. Мешает замок. Твою мать. Хорошо, мы наверняка можем до чего-то дотянуться. Мешает замок. О, блин, кровь. Это точно не моя кровь. Это кровь предыдущей жертвы. Должно быть что-то, за что мы можем ухватиться. Вот, допустим, здесь... Нет, 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 нет. Ключ аж вон так далеко. У-у-у, стоп. Нам нужно что-то длинное, чем мы можем дотянуться до того ключа. Я даже не понимаю. Камень нельзя перевернуть. Ничего нельзя перевернуть. Погодите, кейс какой-то заперто. Ну, чтоб тебя. А это что такое? Какой-то шприц? О, боже мой, какой-то шприц. Нет. Это самое страшное. Одно из самых страшных. Погодите. Доски почти не держатся. Я выломал. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. А, вот, все. Забираю. Отмычка. Прекрасно. Есть прогресс. Теперь главное не издать... Что, мешает замок? А, ну вот я его снял. А как же мне его одеть обратно потом? Смогу ли я потом его... Давайте попробуем закрыть дверь. Вот мы закрываем дверь. И замок на место. Все. Ясно. Главное не забыть вернуть все на свои места. Да, 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 да. Все правильно говоришь. Это закрыто. Погодите. Карандаш. Бесполезные чертежи. Чувак придет только, когда услышит звук. Правильно? Правильно. Ключ. Точно, ключ. Ну нет. Опасно лезть голыми руками. Почему? Это что, кислота? Ведром, может быть? И здесь что-то можно сделать, но пока не понимаю, что. Опа, еще один замок. И отмычки у меня уже нету больше. Бесполезные чертежи. Что он строит? Что он проектирует? Что это такое? Я видел, можно что-то задействовать. Вот что это было сейчас? Вот что это опять было? Гнездо? Для чего оно? Слышите? Что это за звуки? Он там где-то ходит, да? Что-то мастерит. Охренеть, какой сейф. Этот чувак хочет, чтобы мы решали головоломки. Сто пудов. Погодите. Окей. И здесь закрыто. Этот рычаг мы попозже дернем. Потому что, скорее всего, какая-то сирена будет. Или что-то типа того. Давайте пошарим вот здесь. По полочкам. Стоп. А этот кран... Смотрите. У. Отлично. Отлично. Что-то сейчас... Что-то мы можем наполнить. Мы можем наполнить какую-то емкость. Так что, давайте закроем. Здесь нет ничего емкого. На самом деле, у нас только один вариант пока что не видится. Нет питания. Да блин. Погодите, ящики. Это что такое? Гринвудский похититель или подростковый бунт. Восемь детей остаются пропавшими без вести. Окей. Дальше что? Что это такое? А, это ящик гвоздей. Отлично. Закрываемся. Да, надо не забывать все возвращать на свои места. Итак, у нас есть ножницы. Ножницами мы могли бы, наверное, что-то перерезать. Но я пока не понимаю, что. Но я бы использовал их как оружие. И в следующий раз, когда чувак бы подошел ко мне, чтобы там, не знаю, жрачку мне дать, я бы его пырнул. Но это опасно может быть. Ведь если я пырну неудачно, то мне хана. Могут быть ножницы использовать для этого гнезда? Нет. Пока что все очень неочевидно. Я не понимаю, что мне делать. Смотрите, какой я маленький. Я спрятался в корзинке для мусора. Погодите, это что такое? Резиновые перчатки. Вот это неожиданно. Как я правильно сделал, чтобы полез под стол. Мы достали ключ. А это ключ, кажется, от этого замка. Прогресс, друзья мои, прогресс. Есть. Нет. Мешает замок. В смысле мешает? У меня вот ключ. Я не понял, что ты имеешь в виду. Разве это ключ не от этого замка? Может быть, это ключ? Извините. Вот от этого? Твою мать! От кейса. Есть. Ножовка. Ножовка по металлу. Это сто пудов для... Для замка. Да. А как я потом верну это обратно? Давайте посмотрим, можно ли вернуть это обратно. Все замки можно вернуть обратно. Прекрасно. У-у-у! У-у-у! Тихо-тихо-тихо! Быстрее-быстрее-быстрее! Закрыли дверь! Я не заметил, что я выходил. Да-да-да-да-да! Все. Не заметил. Все нормально. Я перчатки снял, снял себя. Сидим, сидим. Как пес. Пора проверить подвал. Сейчас такой заходит. Ой. А что тут делать мальчик? Мальчик, ты что тут делаешь? Ой, какой милый дядя! Погоди-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Хорошо. Очень внимательно. Очень внимательно мы все сделали. Ай, мы молодцы. Он ушел? Он ушел. Прекрасно. Открываем. Так. Мы можем не бояться теперь. О-о-о. Здесь еще больше вещей. Итак. Главное не забыть ничего. Ну-ка. А что упало-то, кстати говоря? Что-то упало. И он кажется... Опа, это что такое? Я не знаю, что это. Смотрите. Ты кто? Предохранитель. Я понял. Это чтобы как раз таки питание было. Но для начала нужно будет открыть тот щиток. Вот в контексте этого мальчика получается, как будто он уже столько раз был в таких ситуациях, что точно знает, что делать. Потому что он в надежных руках. Я уже играл подобную игру. И был в подобных ситуациях. И знаю, что нужно делать. Итак, это что? Сухая тряпка. Понятненько. Руками не сдвинуть. Тут есть значок энергии. Значит, если мы подадим электричество, возможно, эта штука откроется. Погодите, какой-то выключатель есть? Опа. Дверь. Нам нужно будет из нее выйти. А вот еще одна дверь. Кажется, она неактивируемая. Погодите, погодите, погодите. Топка. Во-первых, какой-то пакет. Мы можем... Вентиль заржавел. Ну-ка, если тряпкой... Нет. Может быть, тряпку нужно намочить? Мокрая тряпка. Здорово, здорово, здорово. Это значит, что мы, может быть, можем протереть эту кровь? Нет. Что-то мы сейчас протрем. Где пятна? Пятна? Ни одного пятна. Очень чисто здесь. Край потерт. Чем-то поддеть? Ножницами. Нет, 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 нет. Чем-то поддеть другим нужно. Не ножницами точно. Так, а что насчет щитка? Не, пока что мы ничего не можем использовать. Окей, если эта дверь не поддается, никак не активируется, то осталась вот эта дверь. И здесь самое неприятное будет, ибо мы не знаем, что нас ждет. Точит нож. Заперто. Покажите. Вот же пятно. 1, 6, 7. Или 1, 7, 6. Давайте сначала обратно замок поставим. На всякий случай, я не знаю, что будет вот здесь сейчас. Насколько громко это будет. 1, 7, 6. Открываем. Это громко, да? Такое ощущение, как будто открылся огромный ядерный бункер. Ключ. Это ключ от двери. Куча бабок. Просто огромная куча денег. Стоп, а это что такое? Это явно ящички какие-то, но они не открываются. Они не активируемые. Окей. Ладно, закроем. Ну что, ребят? Я думаю, нам надо идти наверх. О, блин, я не знаю, что нас ждет там. О. Что? Серьезно? Прям загрузка? Вот растяпа. Я думаю, ты я побежал к нему. Такой на руку посмотрел и отбежал сразу. А, нет, все окей, все окей. Вот ты растяпа. Пожалуйста, не смотри только. А он часто будет ронять? Заперто. Блин. Ух, я не думаю, что мы будем так близко к нему. Закрыто. Погодите, это что такое? Предохранитель. Все, мы можем вернуться вниз. Я думаю, это надо сделать. Окей, 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 быстрей. Закрыть. Какой тупой маньяк. Что это? Охренеть, это что? Смазка. То, что нужно, когда маньяк придет. Закрывайся. Я знаю, для чего нужна смазка. Вот для этого колеса. Ой. Черт, черт, черт. Он сейчас придет. Что мне сделать? Что мне сделать? Что мне сделать? Я не знаю, что мне сделать. А, это типа не я. Это не моя проблема. Это не я сделал. Не я сделал. Я просто сидел здесь. Ну, мало ли, подумаешь, труба лопнула от давления. Все может быть. Что он делает? Дядя, вы что делаете? Ух. Евгений снова осмелел. Он выходит и идет дальше пакостить. Маленький шлавливый мальчик я. Погодите, а зачем я крутанул? Мы можем это сделать снова. Но я не понимаю, для чего. И, кстати говоря, еще руками не сдвинуть эту штуку. Надо каким-то образом чем-то поддеть. Вот, допустим, если мы сейчас еще раз крутанем, то что будет? Этот идиот забыл отвертку. Просто кретин. А мы сейчас подденем. Как раз-таки нет. Так вот же отвертка у меня есть. Неужели не поддеть отверткой? Хорошо, пойдемте наверх. Погодите, а это что такое? Мы здесь что-то находили? Я не помню. Я думаю, наверх нужно. Кстати, маньяк-то не заметил, что дверь была открыта? Когда он сюда... Я даже должна быть закрыта. Почему он не обратил на это внимание? Идиот. Окей, я не буду много времени тратить на чтение. Вот, можете застопить видео и посмотреть. Окей, это что? А, это он. Это его семейный портрет. Пойдем дальше. Так. Вижу. Ты что такое? Непонятно. А надо ли мне вообще присаживаться на корточке? Вот у меня привычка, что когда ты ползешь, ты как бы меньше звука издаешь. Ручка под напряжением. Оу, ну. Ага, отвертка. Окей. Значит, надо... Правильно? Оп. Никакого напряжения заперто. Блин, почему? Почему все так сложно? Что-то мешает открыть шкаф. Ножницы. Осторожней. Что это такое? Блин, загадка прямо за спиной у маньяка. Ну ладно, работаем, работаем. Пока что... Опа, смотрите. Дорогой Фрэнк... А, можно вот. С восьмым днем рождения. Желаю тебе вырасти здоровым, достойным юношей. Найти свое место в жизни и запятнать имя нашей семьи. С любовью, тетя Марта. Э, погоди, погоди. Я же мне это не хотел закрывать. Так. Блин, тут целая куча загадок. Надо всех их решить. Ну, это все заключается просто в составлении... ...картинок. Это пазл обычный. Хорошо. Вот если мы сделаем... Ух ты. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Что-то должно произойти. Мы должны открыть, наверное, абсолютно... ...все. Да? Мы правильно сделали? Ну, как бы идеально вроде бы все. Хорошо. Будем считать, что все открыты. Здесь надо просто собрать очень легкий пазл. Он реально кажется несложным. Вот эта штука должна быть здесь, например. Сейчас, ребят, мы быстренько это все сделаем как надо. Эта штука должна быть здесь. Чего-то не хватает. Не, погодите. Все на своих местах. Да, все на своих местах. Прекрасно. Умница. У. У. Вот. Раз. Два. Три. Сомнений нет. Это рыцарь. Который светит фонарем на какое-то чудовище. Слушайте, ну мы все же сделали. Что-то еще? Помни. Поступай по праву, а не действуй силой. Что? Окей. Еще вот. Собственность Фрэнка Флауэрса. Надписи на логотипе. Механизмы Бейтса. Миннесота. Я понял, что я неправильно здесь сделал. Вот же еще. Рисунок продолжается, а я его проигнорировал. Значит, нам нужно крутануть вот так, а потом уже крутить все остальное. Есть! Да я гений. Да. Точнее, я гений. Погодите, мы взяли икону. Хорошо. Мы взяли икону. Класс. Здесь больше ничего нет в этом шкафу. Икона. Я не понимаю, для чего она нужна. Куда ее повесить? Так, эта дверь закрыта и неактивируемая. Икона. Да ее, блин, повесить надо. А может быть... Сейчас. Я не уверен, конечно. Но может быть нам надо прям в наглую к маньяку ползти? Нет уже нигде больше мест, куда бы мы могли теоретически... О! Вы проиграли. Продолжить? Продолжить. Джейкоб не смог выбраться из дома. Чего? Джейкоб переключил черный прихранитель. И что-то неизвестное. Я что-то не понял. Заново продолжить отличалось чем-то? Блин, все заново. Вот это облом. Походу, здесь предметы особо не меняются местами, как в предыдущей игре. Окей, мы выбрались. Да, здесь все так же. Тогда сейчас мы быстренько все сделаем. Я вернулся в ту самую точку, где у меня есть икона и отвертка. Ау! На себя открывается. Все, что нам осталось сделать, это... Вот этот щиток. Открутить эти маленькие болтики. И вырубить электричество. Оп-оп-оп. Все. Все отрубил. Но дверь по-прежнему заперта. Теперь нам надо куда-то деть икону. Вообще без понятия. И отсюда не видно, куда ее нужно впиндюрить. Может быть, может быть, нам нужно... Опа! Что это такое? Стамеска. Вот ею мы подденем сейчас тот шкафчик. Ту дверцу. Стоп, мы все закрыли здесь? Да, все закрыли. Очень тихо закрыл. Молодец, мальчик. Гребаный ты мальчик. Что это? О, что происходит? Руками не сдвинуть. Я не понимаю. Мы отключили сигнализацию. Теперь мы можем закрыть, да? Все правильно? Не правильно! Но руками не сдвинуть. Чем же мы можем сдвинуть? Это как бы буква Ай, но... Погодите, это мы отключили... Что? Я не знаю, что мы отключили. Возможно сигнализацию. Скорее всего, нам нужно похимичить с тем щитком еще раз. Мы должны направить энергию куда-то в нужное место. Вот сейчас мы полностью отключили все. Хорошо, давайте вот выключаем. Один, два, три, четыре. Один. Ага, ага. Мы включили один. Значит ли это, что мы сейчас можем... Погодите. Это один. Руками не сдвинуть. Мне что-то нужно. Иконой? Божьей силой? Сдвинься! Нет, это не работает. Погодите, гнездо же для иконы. Точно. О, что это? Итак. Ага, дорогая Марта, спасибо за письма. Я безумно радуюсь каждый раз, когда получаю весточку от тебя. Будто снова оказываюсь в родном Уайт Спрингс. Даже бумага оттуда пахнет как-то иначе. Никогда бы не подумала, что буду скучать по нашему захолусью. И никогда бы не подумала, что меня так будет воротить от Нью-Йорка. Кевин пропадает на работе. Дочки весь день на учебе. А я постепенно схожу с ума. В нашем большом доме. Совсем одна. Знаю, что прошло уже полгода, но я так и не смогла заставить себя подружиться хоть с кем-то. Какие же здесь все фальшивые и скучные. Разве что только молочник Винсент меня веселит. Настоящий итальянец, между прочим. Иногда обменивается шуточками по утрам. Но не более. Ты же знаешь, какой Кевин ревнивый. Рада, что ты не бросаешь цветоводство. Успокаивает, правда? Я тут один цветок вырастила. Чай из него фантастический. Семена в конверт положу. Обязательно попробую. Только не переборщи с ним. От него так и клонит в сон. Нам очень нужно читать эти записки обязательно. Я сейчас вернусь и прочитаю. И передай мои поздравления Уиллу. Главный инженер звучит... Данте, тихо! Главный инженер. Звучит. Наконец-то они оценили твоего мужа по заслугам. О боже, здесь еще один текст. Целая страница, блин, исписала все. А то, что ты пишешь о малыше Фрэнке, очень тревожит меня. Не знаю, как ты смогла вынести этот ужас. Я когда прочла, даже не поверила. У меня никогда не было особых ожиданий относительно мальчишки. Все-таки я хорошо помню, какой Мэри была яблоко от яблони и все такое. Но то, как он замучил и изуродовал тех котят. Боюсь, мальчик нездоров. Знаю, ты уже все решила. И, возможно, твой план постоянно контролировать мальчишку даст плоды. Но лучше сразу обратитесь к врачу. Или к священнику на худой конец. Это для тебя тяжело. Особенно после всего того позора, который в вашей семье и так пришлось пережить стараниями Мэри. Но тут другой случай. Вообще, будь я на твоем месте, отдала бы его в приют. Меня даже чувство сестринского долго не остановило бы. Но ты, в отличие от меня, хорошая сестра и тетя. Да и как человек лучше. Марта, какой бы трудной и сложной ни была ситуация, я уверен, ты справишься. Ведь ты всегда справляешься. Дорогая, вы с Уиллом все еще пробуете завести малыша? И обязательно напиши, попробовала ли тот чай. Как же мне тебе не хватает. Скучаю, люблю, Хелен. Нам обязательно нужно пойти прочитать тот лист бумаги. Огромный, скорее всего, тоже исписанный со всех сторон. Но что поделать. Значит, нам нужно напоить его чаем. Да, такой хорошей дозы чая. Ну-ка. О, ладно, здесь хотя бы одна страница. Фрэнк, я наконец собрал твою прибуду. Трахался с ней полдня. Выглядит, конечно, не очень, но работать будет. Заводится все с щитка. Все тумблеры я пометил. Главное, не забудь, после того, как подключишь всю цепь, обязательно включи охлаждение. Черный тумблер. И ни в коем случае не выключай его. Если твой эксперимент с органической батареей не сработает, что, скорее всего, и произойдет, то генератор просто перегреется и сгорит хренам. Стоит он прилично. А второго такого у меня нет. Пожалуйста. Не спали его. Возможно, ты заметишь следы на ковре. Это мои. Помню про твой пунктик, но я тогда совсем замотался. Из головы вылетело, прости. Но для тебя это же не проблема, мистер Чистюля. И да, когда работал в подвале, заметил какой-то запах. Думаю, мышь в стене сдохла. Мышь в стене? Лучше позови Митча поскорее. А то через неделю Вонь будет не вынести. Не вывезти, точнее. На будущее заведи кошку. Пиес. Напоминаю, в пятницу мы идем в боулинг. В прошлый раз мне пришлось играть в паре с Лизой. Она даже шар не умеет держать. Мужики ржали надо мной весь вечер. Надеюсь, в этот раз на тебя не свалится еще одно срочно неотложное дело. Пи-пи-эс. Ты уже решил, что будешь делать со всеми этими лимонами после? Вик. Так, погодите. Очень много информации. Во-первых, следы на ковре остаются. Следы на ковре остаются. За это меня точно поругают. А как же мне их убрать теперь? Пригладить метлой не получится. Просто не ходить по ковру. Но я думаю, меня уже накажут точно за следы на ковре. Ничего не поделать. Давайте попробуем еще раз посмотреть. Черный. Охлаждение. Ладно, давайте мы, может быть, все включим. Посмотрим? Это что-то изменит? Это ничего не изменит. Ведь проблема-то осталась. У нас нет инструмента, чтобы сдвинуть эту штуку. Дохлая мышь в стене. Вот это меня интересует. Где эта мышь? И где эта стена? Какая-то дырка в стене должна быть. Вот в этом письме пишет про семена чая в каком-то конверте. Я не видел, кстати, никакой конверт пока еще. В записке четко было сказано, что в подвале вонь была. Стоп. Кнопка. Опа. Громко. Это было очень громко. Я все закрыл? Я все закрыл. Это кнопка? Я не знаю, что это за кнопка. Первый раз ее вижу. Ладно, терпим, ждем. Стоим. Не нервничаем. Мы все закрыли. О, мистер дядя. Так. Погоди-ка. Лампочка горит. Что-то здесь не так. Идиот. И, кстати, маньяк не заметил следы на ковре. Значит, не паримся на его счет. Вроде как. Погодите. Я переключил. Когда я нажал кнопку, рубильничек был на звоночке. Может быть, теперь, если я нажму на кнопку, будет все по-другому? Давайте закроем обратно. Да, 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 да. А здесь... Огромное количество текста. Ладно, давайте смотреть, читать. Дуалистические мифы. Бесконечная водная гладь. Высоко в небе парит верхняя птица. Великий орел. А где-то в безбрежности плавает нижняя, черная гагара. Однажды гагара нырнула под воду, опустилась на дно и набрала полный клюв такого же черного, как она, ила. Из него великий орел сперва сотворил землю, а потом и людей. Короче, какая-то религия этого чувака, маньяка. Долгое время обе птицы помогали человеку, делая для него добро. Но зависть поглотила гагару. Ведь люди славили только великого орла, а о ней не вспоминали. Тогда она рассорилась с великим орлом и начала вредить людям. Создавать и насылать болезни и беды на них. Эту легенду я услышал в 35-м году, во время своего путешествия по Сибири. Мне ее рассказал старый алтайский шаман. Похоже, космогонические мифы можно встретить у многих других народов Севера. Манси, Удмуртов, Морийцев. И не только. Даже у индейцев великих равнин все те же. Бесконечная водная гладь, ил со дна, который станет землей. Двое животных или сущностей, а иногда и два брата. Обязательный эпизод с порчей и противостоянием. Отличаются только детали. Сам же мотив двухполярности их противопоставления встречается практически во всех культурах мира. Это, кстати, в этом что-то есть, да. Легенда, рассказанная мне алтайским шаманом, является классическим представителем дуалистического мифа. Такие мифы описывают мироздание как единство противоположных сущностей, явлений. Часто они отражают представление о вредном и полезном для конкретной группы, племени или народа. Также в них встречается противопоставление как более приземленных категорий неба и земли, дня и ночи, мужского и женского, так и более абстрактных добра и зла, света и тьмы, порядка и хаоса. Но не только идеи борьбы и соперничества лежат в основе дуалистической мифологии, противоположности могут сливаться и создавать что-то новое. Так в китайской мифологии инь и янь взаимодополняют и стремятся друг к другу, образуя баланс и гармонию мироздания. Интересно, что и сегодня можно встретить отголоски дуалистических представлений архаичных культур во многих относительно молодых и современных верованиях. Например, особо популярны во второй половине XIX века спиритизм, живое и мертвое, или распространенная тогда же в Северных Штатах Америки секта огнепоклонников. Замечу, никак не связанная с зороастризмом, извините, не знаю, что это такое, огонь и тьма. Надпись на полях. Последователи первых. Почему человечество никак не откажется от этих первобытных идей? Возможно, ответ кроется в устройстве человеческой психики. Психоаналитики отмечают в играх и представлениях детей 3-5 лет дуалистическую классификацию. Причем она встречается у всех детей независимо от народа, уровня интеллекта, положения в обществе, наличия или отсутствия родителей. Значит ли это, что стремление к разделению окружающего мира на полярности у нас в крови? Думаю, так и есть. И для чего я это открыл? В этой книжке свет и тьма подчеркнуты. И еще секта огнепоклонников. Свет и тьма, свет и тьма. Вот здесь у нас есть огонь. Я чувствую такой адский затуп, я не понимаю, что мне делать. А может быть, если нам выключить охлаждение? Сейчас мы спалим генератор, я не знаю, может быть, это что-то даст нам. Нажмем на кнопку. Мы должны каким-то образом выключить весь свет. Возможно, мы это сделаем, когда перегрузим этот генератор. Давайте его включим вот так вот. Нажмем на кнопку. Да, откроем сразу. Черт, черт, черт. Он сейчас придет. Хрен его знает, хрен его знает. Я не уверен. Но вообще должен был выключиться свет вроде как. Потому что вся цепь включена, а охлаждение выключено. Сейчас он зайдет проверить подвал. Я все еще стою. Здесь холодно, дядя. Так, ну-ка. Давай, давай, расскажи, что здесь не так. Вроде все на месте. Вообще все идеально. Ну-ка, оп. 8 гребаных часов спустя. О, как же я сильно запутался. Я не знаю, что мне вообще делать в этой игре дальше. То есть я уже начал заново. Чтобы посмотреть, мог бы я что-то упустил. Может быть, как-то надо обойти его. Я не знаю, что мне надо делать. Вообще без понятия. Выпусти меня, ублюдыш! Выпусти меня! Вот в этом письме говорится про семена, от которых клонит в сон. Семена чая. Она положит их в конверт. Какой конверт? Где конверт? Здесь нет никакого конверта. Я сейчас буду рыдать уже. Не буду больше ползком ходить. Просто буду ходить. Все равно он глухой не слышит. Я буду дверь долбить. Не слышит. У него просто есть чутье. Когда я подхожу к нему сзади, он сразу как-то поворачивается. Поэтому не подходим. А так спокойно. По ковру шастаем. Все клацаем. На что мне ткнуть? Я не понимаю, что я должен увидеть. Здесь, ну я подключил всю цепь. Ну все. Охлаждение выключил. Ну почему ты не работаешь? Почему она не спалит весь генератор, как обещали вот в этом письме? Попробуем по-другому. Хорошо. Давайте оставим дверь открытой. Окей. У нас здесь есть сигнализация стоит. Давайте пойдем вот так сделаем. Это было очень громко и дерзко. Встанем вот здесь. Посмотрим, что он будет делать. Да я еще воду открою. Он зашел. Окей. Так, хорошо. Куда делся, он не знает. Надо попробовать это поэксплуатировать. Только придется заново сейчас все проходить. Ладно, мы это быстро сделаем. Вот он. Сейчас придет. Увидишь, что меня нету. Куда делся? Он ушел наверх, да, сейчас? Ушел наверх. Теперь сюда ползем. Ушел опять наверх. А теперь куда он придет? Окей, он туда-сюда бегает. Давайте забежим обратно. Типа, мы сюда здесь были. Ты что? Что, его забагал? Смотрите, бегает. Что-то такое растерялся. Я не знаю, что делать. Погодите. Так, это интересно. И он сюда бегает с этой стороны. Аня, теперь он сюда побежал. Ну, я здесь. Хорошо. О, боже мой. Он бегает туда-сюда, как сумасшедший. Он явно псих. Ну-ка, я себе открою просто дверь. Вот, вот, он наконец-таки меня увидел. Попался. Продолжаем эксперименты с маньяком. Встаем теперь здесь. Закроем сразу вот так. Оп. На место. Пусть пойдет туда. Ах, ты богатец. Быстрее. Закрывай. Нет. Мы на кухне. Так, погодите. Это какой-то прогресс. Это что-то намекает на прогресс. Немножечко. А если такая наглость? Ах, ты богат. Ха-ха-ха. Давайте еще один эксперимент сделаем. Нажмем на кнопку, посмотрим, сколько времени у меня есть. Могу ли я, допустим, убежать наверх. Черт, черт, черт. Он сейчас придет. Куда этот звук? Успел? Я успел. Я точно закрывал дверь в подвал. Точно, вот как. Вот оно как. Звоним. 9-1-1. Ах, ты богат. Попался. Окей. Окей. Это интересно. Это очень интересно. Короче, методом тыка сейчас будем действовать. Я чувствую, как мы одолеем эту игру. Вот прямо сейчас. Не забудь вернуться на своем место. Сейчас давайте по спидрану. Хоп, хоп, поднял, хоп. Черт, черт. А может быть эта игра пытается нам дать понять, что от маньяка невозможно сбежать. Тоже может быть такое. И что я понял сейчас, на данный момент. Нам не обязательно брать эту иконку. Сюда вставляй, потому что тут только текст. Также не обязательно вот эту штуку открывать. Там тоже только текст. Из того, что нам реально нужно, это открывать сейв ради ключа. Мочить эту самую тряпку. 3,7-1. Ну, нам нужно заставить его только оставить отвертку сейчас. Громко. Что это за шум? Итак, чтобы максимально много времени выиграть, нужно сначала будет вот здесь все сделать. Выключаем. Окей. Теперь надо нажать на кнопку сигнализации. Выбежать. Закрыть дверь подвально, чтобы он сюда спустился. Потом еще сюда пошел. Да, это мы сейчас максимально времени выиграем. Побежали. Да ничего не случилось. Все. Сейчас он уйдет. Надо будет очень быстро шарить. Закрываем. Так, что же здесь есть? Прячемся тут. Стоим. Он меня заметил. Закрывался. вы серьезно вы серьезно запрятали ключ вот так боже мой я так много времени потратил тыкая всякую фигню я вращал эту штуку я не откуда ты здесь взялся тебя здесь не было ключ о господи наконец-то а я столько раз уже перезапускал эту игру вы не представляете сколько раз я пытался сделать что-нибудь так давайте выключим охлаждение сейчас этот ключ от чего ручка под напряжением наверное от это от этой двери это это стопудово от этой двери да плохо дело понятно надо было закрыться ладно я щас быстро по спидрану пройду еще раз все заново берем ключ отключаем дверцу теперь мы можем открыть но сколько у меня времени вот непонятно ладно давайте пробовать закрывает стул а ничего ты не сможешь теперь сделать что что ключ поможет время игры четыре минуты игра проходит за четыре минуты как это уже знаешь что делать и притом я понял что короче не нужно искать эту икону решать эти головоломки не нужно лезть в шкаф с книжкой стеклянной ножницы не нужны и на самом деле даже получается что и записки все эти не особо нужны потому что они никак в итоге не выстрелили в этой игре то есть я думал нам придется делать эти из этих семян чай который усыпит маньяка но нет нет все это не нужно было делать мы просто убежали джейкоб выбрался из дома джейкоб не трогал загадочное устройство с письмом от марты внутри джейкоб не переключал черный предохранитель джейкоб не трогал телефон фрэнка телефон фрэнка погодите а если я все это сделаю то что-то изменится давайте попробуем спидран снова вышел присел перчатки взял открыл уронил поднял закрыл открыл взял пили снимай открывай закрывай ставь замок обратно маньяк заходит смотрит погоди ка ты что спидранер вот это да научи меня всем трюкам пошел спидранить а мы тем временем тряпку намочили протёрли кот ввели взломали сейф смазку достали колесо смазали прокрутили закрылись клетку забежали поставили замок стоим сым строим о себе жертву но мы манипулируем этим маньяком этим кослявым любовником конечно по хорошему наверное все таки и решить загадку со шкафом потому что там это было указано в конце я хочу получить другую надпись понимаете решил мы откручиваем щиток чтобы забрать ключ отключим эту штуку отключим вот эту штуку откроем но пока не будем открывать и поскольку я уже все подготовил просто жмем кнопку и бежим наверх чёрт чёрт он сейчас придет вот сюда теперь надо просто чтобы он ушел вниз и мы вот сделали практически все в этой игре ну вот считай все будет стамиску с собой взять на память телефон потрогал скорей стоп блин страшно прощай есть продолжить шейков выбрался обнаружил письмо от марты переключил черный предохранитель позвонил 911 но оператор не успел поднять трубку полностью о заставка нет у меня стамеска в руках почему почему хотел сбежать от дядюшки фрэн стамеску юзой по снегу оставляя за собой следы пойдем домой о боже мой что же это было забавно еще раз большое спасибо разрабу что подарил мне ключик я весело провел время надеюсь что и вам ребят понравилось и это достойно я думаю лайк поставьте лайк и я буду беспредельно рад огромное всем ребят спасибо что смотрели если понравилась игра ссылка будет у нее в описании с вами был юджин и все и